Антиалкогольные акции в городе Надвугом проводятся регулярно и предполагают запрет на продажу как крепких, так и слабоалкогольных напитков. Особое внимание в эти дни уделяется профилактике алкогольной зависимости. Правоохранительные органы проводят специальные рейды и проверки на вокзалах, автостанциях, в скверах, парках, а также территориях, прилегающих к магазинам. Очередная акция «День трезвости», прошедшая 7 июля, была направлена на выполнение этих задач. Алкоголизм и зависимость, которую алкоголь создает, это болезнь. И могу сказать, что существуют достаточно очевидные причины, почему человек принимает алкоголь. Эти очевидные причины связаны с состоянием психики. И поэтому довольно часто так бывает, и я в работе это вижу и стараюсь помогать именно таким образом людям. Когда устраняешь причину, из-за чего человек принимает алкоголь, у него нет необходимости принимать алкоголь избыточно. То есть он уже опять может жить в каких-то общепринятых нормах, так чтобы алкоголь не создавал никаких проблем. Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Но чтобы сохранить его, необходимо прилагать большие усилия. К сожалению, не все люди способны вовремя оградить себя от таких угроз собственному организму, как алкогольная, никотиновая или наркозависимость. Столкнувшись с алкоголизмом, большинство не в силах объективно оценить ситуацию, остановиться самостоятельно или обратиться к специалисту. Скажите, пожалуйста, о симптомах. Когда человек должен почувствовать, что ему нужно уже звонить в специалист при алкогольной зависимости? При алкогольной зависимости, когда уже он может выпивать день, два, три и больше, и уже такой яркий признак того, что уже пора, это когда уже не может сам остановиться. То есть он и хочет, и есть желание, а он не может. То есть и с алкоголем он не может уже, и без алкоголя он уже не может. То есть это запой, из которого не может выйти. Согласно проведенному мониторингу, пьянство становится все более распространенным явлением. 60 тысяч человек находятся на диспансерном учете только на территории Брестской области. За прошедшие полгода на диспансерный учет по Бресту было взято 321 человек, из них 52 женщины, и по области 1710 человек с алкоголизмом, с наркоманией 24 человека, и из них 2 женщины. Если как бы снято было с учетом по выздоровлению по Бресту 250 человек, и по области 1197, то есть за прошедшие полгода. Все мы знаем, что от множества болезней человека может защитить только он сам. И все мы помним, что резервы нашего организма не беспредельны. Есть непреложные истины, придерживаясь которых с ранней молодости можно оставаться здоровым и работоспособным на протяжении всей жизни. Одна из которых – отказ от вредных привычек.